Генштаб вооруженных сил и полиция расследуют обстоятельства смерти солдата-срочника в Харьковской области. На днях стало известно, что в медсанчасти Чугуева повесился 23-летний призывник всего после двух дней службы. Почему это произошло, выясняла Светлана Шакера. Отец Александра Ткачева рассказывает, парень пошел служить с радостью, несмотря на то, что отец инвалид, и парня могли освободить от службы. Как? Я инвалид группы. Ему военком говорю, возьми справочку, а тем более здесь живу с ним, будешь досматривать отца. Нет, я хочу в армию. А уже через два дня родным позвонили и сказали, их сына больше нет. Повесился в медсанчасти. В 25-м мне в 9 часов приехали, сказали, погиб. Как погиб? Он автомата в руки не взял. Он вечером звонил с родителями, с матерью разговаривал. Друзья звонили, разговаривали. Он живой, здоровый был. На теле парня, которое привезли в родную Степановку, родители обнаружили ссадины и гематомы. Мошонка синяя, разбитая в насмерть. На виске раном. Ухо синее, затылок синий. На похороны Саши пришла вся Степановка. Селяне говорят, был хороший, добрый парень. Медсестра фельдшерского пункта подтверждает. Прошел медкомиссию и был здоров. Он проходил здесь нарколога, психиатра. Два дня медосмотр проходил. Разве ненормальный берут в армию? В селе утверждают, Саша звонил и рассказывал, что его тревожило. 24-го позвонил, голос был уже угнетенный. И он сказал, что начались гнобления по поводу него. После того, как он сказал, что он из Донбасса. Его назвали сепаратистом. В воинской части, где два дня прослужил парень, это отрицают. Вместе с Сашей призвали еще 80 срочников. Все из Донбасса. Сослуживцы вспоминают, Саша был замкнут и нелюдим. Вечером перед отбоем, да, с ним пытались на контакт идти, а он не хотел. Думаете, я не знаю, что вы меня будете бить. Ну, а мы как-то бить, мы все из Донбасса. Ничего такого не будет. Из-за этого страха, рассказывает уже зам командира роты, Саша две ночи провел в комнате командира. Присутствовала постоянно у него навязчивая идея, что его может кто-то обидеть, кто-то может над ним надругаться с ребят. Он сам боялся спать, он ночевал с командиром взвода. То есть мы его не оставили, мы в отдельном помещении поставили две кровати. Показали в части и анкету, которую Александр заполнил по прибытии в часть. На третий день службы с диагнозом психическое расстройство Александр Ткачев попал в медсанчасть. Вечером его нашли повешенным. Полиция открыла уголовное производство по статье самоубийства. Были обнаружены следы асфиксии, то есть удушения. Каких-либо иных телесных повреждений обнаружено не было. Каких-либо конфликтов между военнослужащими у него не возникало. Окончательные результаты экспертиз полиция получит через месяц. Служебное расследование проводят и в воинской части.